МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предполагается, что в этом процессе будут задействованы многофункциональные центры. Ну, как это будет, увидим. МФЦ, надо сказать, довольно легко подстраиваются под современные требования. Это и чат-бот, который доступен в мессенджерах, это и голосовой помощник, кстати. И то, и другое впервые были внедрены именно в Тюменской области. О работе моих документов в нашем регионе будем говорить сегодня в программе интервью. У нас в гостях директор МФЦ Александр Нагибин. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и не могу не спросить в начале беседы о том, как прошел для вас 2020 год. Как пандемия повлияла на работу МФЦ? МФЦ был закрыт всего пару недель. Это в апреле. Потом мы начали в ограниченном режиме по ограниченному перечню услуг работать. В основном это было по предварительной записи. С июня уже начали входить в наш обычный график работы. И в принципе, по количеству обращений, если говорить, то мы процентов на 10 меньше, чем в 2019 году через нас было подано обращение. А что касается только организации вот этих санитарных мер, здесь было, да, немножко сложнее. Все сотрудники в масках, мы приобретали маски, защитные средства, дезинфекторы и тому подобное, регулярные уборки. Это быстро наладили и хорошо прошли. Благодаря своевременно принятым мерам, благодаря тому, что были уделены правительством области средства на приобретение этих защитных средств, у нас практически не было заболевших. У нас, нужно говорить, что в 2020 году оказывалась социальная поддержка. Вот в этом плане много ли было обращений в МФЦ? Увеличилась ли нагрузка вот здесь, в этом направлении? Нет, здесь нагрузки мы не заметили, потому что по части обращений было снижение, как раз количество обращений, потому что и органы власти, например, пенсионный фонд по материнскому капиталу перешли в проактивный режим. И вот такие меры соцподдержки, которые были дополнительно внедрены, большинство из них как раз были по проактивному режиму. У нас из трех мер соцподдержки, вот количество обращений за 2020 год было чуть больше 18 тысяч. А если вспомнить 2016, по-моему, год, когда 25 тысяч выплачивались из средств материнского капитала, то у нас там за примерно такой же период времени было почти 20 тысяч обращений. Там была одна услуга, а здесь три услуги и примерно количество обращений. Ну вот все это как раз благодаря тому, что люди привыкли пользоваться электронными услугами. У нас портал госуслуг работает достаточно хорошо, без боев, и сейчас интерфейс стал понятным, удобным пользоваться. И кроме этого, все об этом сейчас рассказывают, в том числе и мы, и в период пандемии размещали информацию о том, какие услуги продлеваются автоматически, по каким услугам орган власти, опять же, в проактивном режиме будет принимать решения, и как воспользоваться порталом, на какие кнопочки там нажимать. У нас достаточно хорошо просматривались как раз вот эти вот ресурсы нашими клиентами, посетителями. То есть, получается, онлайн-площадка, она стала более посещаемой. Вот здесь вот не было никаких проблем в связи с увеличением пользователей? Нет. То есть каких-то технических сбоев, скажем так? И через нас обращения были, что немножко был, наверное, день, два, три сложности с подачей документов на первые выплаты, потом все это наладилось, и практически без боев, то есть там особых нареканий к этому нет. Давайте теперь перейдем к конкретным услугам, вот поговорим о загранпаспортах сроком на 10 лет. Вот здесь что изменилось? Доступна ли эта услуга сегодня? У нас эта услуга была доступна в двух центрах на 50 лет октября. В Тюмени. Да, в Тюмени на 50 лет октября и в городе Тобольске. Сейчас ее можно также получить и в городе Тобольске, и в городе Тюмени. Она временно приостановлена там по техническим причинам. Происводится до наладка оборудования, на котором эта услуга предоставляется. Пока у нас по нормативным документам это определено, что эта услуга предоставляется сотрудниками МВД на нашем оборудовании, но сотрудниками МВД это будет происходить до 1 декабря. Сейчас у нас готовится оборудование, это криптобиокабина. Было приобретено три штуки. Одна будет здесь, в Тюмени, установлена на Первомайской, вторая в Тобольске, третья в Ишиме. К 1 декабря мы должны завершить тестирование пусконладочной работы. И там уже прием заявлений на паспорта с биометрией будут оказывать, будут принимать наши сотрудники. Уже сотрудники МВД не будут работать в наших помещениях. Давайте для информации сейчас жителям Тюмени озвучим, если им необходимо сделать загранпаспорт на 10 лет, куда им сейчас идти? Это в миграционное подразделение МВД на 50 лет октября, которое расположено. Пока временно в МФЦ эта услуга в городе Тюмени не предоставляется. Дальше, следующая услуга. Накануне было проанонсировано, что услуга по регистрации прав на недвижимое имущество стала доступнее, что в Тюменской области начинает действовать принцип экстратерриториальности в оформлении сделок с недвижимостью. То есть теперь можем купить в одном регионе, а зарегистрировать здесь, в Тюменской области? Или что это значит? Да, но это было уже достаточно давно действовало такое правило. Единственное, что обратиться можно было у нас, например, в Тюменской области только в структурное подразделение кадастровой палаты по экстратериальным сделкам, если объекты недвижимости расположены за пределами Тюменской области. Теперь же с марта, начиная у нас за регистрацией недвижимости, которая расположена за пределами Тюменской области, можно обратиться в любое наше МФЦ. У нас их 30 штук. В МФЦ обращаются сейчас как по месту прописки или в ближайший офис, куда удобно, куда забрел? Нет, с пропиской это вообще никак не связано. Даже если человек здесь не проживает и не зарегистрировал в Тюмене, ну так оказалось, что он, например, приехал сюда в командировку, но при этом ему необходимо сдать документы на регистрацию недвижимости где-нибудь в Краснодарском крае, он тоже может у нас обратиться здесь в наше МФЦ, подать документы, и все будет выполнено, все будет зарегистрировано. А в таком случае сроки регистрации они не будут увеличиваться? Нет. Здесь документы сразу вносятся в информационную систему Росреестра. В электронном виде поступают туда. Мы на бумаге на следующий день документы доставляем в подразделение кадастровой палаты. Кадастровая палата сверяет электронные документы, которые мы отсканировали, и подлинники, которые мы привезли, подтверждают их идентичность. И регистратор, который может быть расположен и в другом субъекте, производит регистрационное действие. То есть доставлять бумажные документы в другой субъект не нужно, поэтому так и возможно быстро оформить документы. Сколько это дней? Сейчас, по-моему, 9 рабочих дней. То есть если командировка длится недели-две, пока ты вернешься домой, все документы уже будут оформлены? Да, еще можно заказать, получение документов по почте, чтобы тебе доставили, и вообще замечательно. А также теперь через многофункциональный центр можно подать заявление на предоставление жилья по социальному найму. Правильно, да? Да. Давайте напомним, кто может обратиться за получением жилплощади из жилищного фонда Тюменской области, и какие документы необходимо предоставить, если ты приходишь за этой услугой в МФЦ? Список документов позиций 10 занимает. Чтобы уточнить информацию, можно обратиться на нашу горячую линию 8 800 252 072. Также можно воспользоваться услугами нашего голосового помощника, через Яндекс.Алису узнать эту информацию. Обратиться за этой услугой можно и в МФЦ, и в Центр государственной жилищной поддержки, и могут сотрудники бюджетных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы. Список достаточно обширный. Ну и теперь в целом, какие еще услуги за время пандемийного года, возможно, появились в многофункциональном центре? То, о чем еще не сказали, но нужно проговорить, чтобы люди знали, что они могут за этой услугой прийти в мои документы. Мы практически не расширялись за как раз 2020 год. Это были добавлены только вот три услуги под соцподдержкой. Единовременные выплаты и ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, на детей до 3 лет, на детей от 3 до 16 лет. Вот из нового, что у нас было потом в этом году, как раз заключение договора социального найма. Недавно мы возобновили услугу по предоставлению сведений об исполнительных производствах. Она у нас почти год не работала. Вот как раз по ней мы меняли способ взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов. Теперь запросы будут уходить туда и уходят в электронном виде. Информация нам поступает. А также в электронном виде, если человеку нужен бумажный документ или ему неудобно обращаться за этими сведениями через портал Госуслуг, то он может обратиться к нам. И в течение нескольких дней мы ему выдадим информацию по исполнительным производствам. Кроме того, в сентябре прошлого года мы начали работать с услугой по признанию банкротства. Теперь, если у человека имеется задолженность от 50 до 500 тысяч рублей, если у него есть прекращенное исполнительное производство в связи с тем, что отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, он может обратиться в МФЦ. Здесь мы единственный орган, куда он может обратиться. Подать заявление, предоставить необходимые документы, реестр должников, суммы, которые он им должен. Мы разместим эту информацию в реестре федеральном, и через полгода человек будет освобожден от выплаты. Вы уже упомянули, да, голосовой помощник Алиса. С какой целью вообще вводили? Голосовой помощник – это как синтез того, что у нас есть, и современных технологий, которые появились достаточно недавно. У нас оказывается более 250 услуг. При этом там достаточно много вариативности в зависимости от имущественного положения, от состава семьи и тому подобное. И в правила предоставления этих услуг вносятся очень много изменений. За две недели, прошедшие по 16 услугам, мы меняли порядок, донастраивали свою информационную систему. Вот чтобы у нас оператор имел возможность в любое время, когда ему понадобится иметь доступ к актуальной информации, была внедрена, приобретена и внедрена информационная система, 4Case называется. И там мы размещаем всю актуальную информацию. И она позволяет отслеживать изменения, сравнивать редакции, следить за актуальностью. Как раз это мы делали для оператора. При этом мы ее размещали там в структурированном виде и в один прекрасный момент поняли, что, в принципе, можно прикрутить, если можно так выразиться, вот как раз Яндексовскую Алису. Это абсолютно бесплатный сервис Яндекс.Алиса. Ее не нужно приобретать, оно существует. И чуть-чуть поработали наши программисты. И теперь вот как раз Алиса, если ее спросить, может ответить на вопросы по порядку предоставления услуг. Причем информацию она берет как раз из той системы, которой пользуются и операторы. То есть эта информация актуальна, достоверна, всегда в любой период времени. Александр Николаевич, давайте мы разговор о голосовой помощнице продолжим после небольшой рекламы. Вернемся в студию буквально через пару минут.